В других встречах мы сейчас увидим. И отправляемся в Кальере, где хозяева поля принимали Ювентус, который располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. Ну а Кальере, который потерпел несколько поражений подряд, отчаянно бьется за выживание. И Кальере сейчас в атаке. Давайте скажу о составе Ювентуса. Быстро, щенцный в воротах, но не дает мне этого сделать. Жоао Педро, капитан Кальере, который как раз-таки в ворота войска Хащенцного и поражает. Произошло это уже на десятой минуте. Вот такой проход Резвана Марина и передача на Жоао Педро. Великолепный удар натурализованного уже бразильца, который за сборную Италии поиграл. Ну а это ответ Ювентус. Итак, в щенцный воротах Пелегрини к Елине, Деликт, Данила, Рабьо, Артур, Закария, Квадрадо и Влахович. Влахович и Дебало, естественно, по поводу которого очень много разговоров в последнее время. Но вот таким образом Ювентус сравнивает счет, делает это Пелегрини. Еще раз смотрим. Но здесь зафиксировал игру рукой со стороны Рабьо, Арбитр, и поэтому гол вне защиты. Но это удар уже со штрафного. Бил по воротам Пауа Дебало. Неплохой удар, но немного неточный. Ювентус по-прежнему проигрывает со счетом 0-1 на выезде одному из аутсайдеров. Но пока что мы смотрим моменты, которые создают туринцы один за другим у ворот Олесио Кранье. Удар выше ворот наносит Эдерен Рабьо. Квадрадо с мячом. Ну и здесь неточный удар Квадрадо. Хотя нет, прошу прощения, тут, конечно же, Олесио Кранье великолепно сыграл. Но и в квадрадо накручивает на фланге. Есть вариант вот такой на Деликта. И тот отправляет мяч в сетку ворот. Один из лучших, пожалуй, игроков Ювентуса в нынешнем чемпионате. Деликт счет сравнивает в этой встрече. И причем очень важно для Ювентуса. Произошло это на 45-й минуте. Перед самым перерывом. В атаке Ювентус. Это Дебала угрожал воротом. Ювентус уже рассматривает Марку Асенсио в качестве приоритетного варианта замены Дебалы. Потому что Дебала, напомню, покидает команду летом на правах свободного агента. Ну и по слухам, вот есть такой вариант вместо Дебала. Рядом со штангой мяч пролетает после удара очень активного квадрадом. Вот кому к квадрату, конечно, претензий нет по нынешнему сезону. Ну а это передача на Влаховича. Посмотрите, три защитника буквально на нем висели. И Влахович, один из лучших бомбардиров итальянского чемпионата, все-таки продрался к воротам. Но удар не удалось нанести. А здесь, а здесь все-таки Влахович забивает. 22-й гол в сезоне. Влахович забивает. И выводит Ювентус вперед. Не просто выводит вперед, а забивает победный гол. 2-1. Ювентус выиграл. Субтитры создавал DimaTorzok